Законен ли ряд проверок, которые Верховный Совет в последнее время поручает Счетной Палате? С просьбой проверить это президент Евгений Шевчук обратился в Конституционный суд. Помимо этого, глава государства обратился с ходатайством о разрешении спора о компетенции вокруг решения валютного вопроса. На сайте главы государства размещены соответствующие распоряжения. С начала этого года Счетная Палата получила от Парламента Республики 10 поручений по проведению экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в отношении коммерческих и некоммерческих организаций. Шесть из них касаются коммерческих и некоммерческих организаций, в которых доля государственного участия только частичная, либо вообще отсутствует. Так, Верховный Совет поручил проверить деятельность стабилизационного фонда, предприятия СБ Универсальной системы страхования, цементного комбината, Молдавского металлургического завода, Сбербанка, а также фирмы Национальная экспедиторская компания. В распоряжении отмечается, что государство в лице органов государственной власти не является учредителем некоммерческой организации «Стабилизационный фонд». Коммерческим предприятием, в котором нет участия государства, является ИЗО «Универсальная система страхования». Государство также не является абсолютным собственником ММЗ. Кроме того, государство в лице органов государственной власти не является учредителем фирмы «Национальная экспедиторская компания». В документе говорится, что счетная палата ограничена нормами закона и полномочиями органа госвласти, ее создавшего. Это, по мнению президента, не дает законного права счетной палате проверять частные финансовые средства и частную собственность. Таким образом, подобные поручения Верховного Совета выходят за рамки контрольных полномочий, представленных законом. Еще одно распоряжение президента Евгения Шевчука содержит ходатайство о разрешении спора о компетенции. Речь идет о деятельности Верховного Совета в отношении валютного вопроса. В документе в хронологическом порядке изложена тенденция обострения ситуации на внутреннем валютном рынке. В документе отмечается, что действующее постановление Верховного Совета об утверждении валютного коридора 11 рублей 11 рублей 30 копеек за доллар принято вопреки прогнозам развития ситуации и действует без реальных инструментов реализации, обеспечивающих его исполнение. По мнению международных аудиторов, предложение Приднестровского республиканского банка в отношении необходимости девальвации национальной валюты, которая отклонил президиум Верховного Совета, является вынужденной и более действенной мерой для снижения ажиотажа у населения и экономических субъектов на валютном рынке, говорится в распоряжении. Важно отмечить, что по закону о Центробанке рассматривать предложение ПРБ должен Верховный Совет, а не его президиум. Президент Приднестровья обращается в Конституционный суд, чтобы тот подтвердил обязанность Верховного Совета рассмотреть на пленарном заседании сессии, предложенной правлением Приднестровского республиканского банка, изменения в государственную денежно-кредитную политику и принять по ним решение. При этом, по мнению президента, принятое решение должно быть реальным, объективным и жизнеспособным к реализации.